Задолго до открытия зрители с нетерпением, ожидающие начала, собрались в новом амфитеатре. Со столь значимым событием в культурной жизни Черкеска и с Днём города участников торжественной церемонии поздравили глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и мэр Черкеска Руслан Тамбиев. Сегодня мы с вами впервые находимся в новом амфитеатре, который был построен с нуля. И сегодня мы имеем полное право насладиться теми праздничными мероприятиями, которые сегодня будут здесь происходить. Мы возобновляем те мероприятия по празднованию Дня города, которые определяют дружбу наших жителей. Я горд, я счастлив, что живу в Черкесии. Поздравить жителей Черкеска с праздником приехали известные российские артисты. Ефрем Амирамов, Денис Майданов и Максим, которым указан главы Карачаева Черкесии за заслуги в области культуры и высокое исполнительское мастерство, было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Карачаева Черкесской Республики». Звезды российской эстрады выразили слова благодарности за столь высокую оценку их творчества. Тролл, это очень приятно, спасибо большое. Я надеюсь, что я достоин столь высокой награды. Спасибо большое за оценку моего творчества, моей творческой деятельности. Я постараюсь и дальше оправдывать ваши надежды и веру в меня. Спасибо большое. Теперь у меня есть шанс поблагодарить своих земляков за то уважение, которое мне оказано. Тем более, Карачаева Черкесия – это родина моего отца. Папа всегда говорил, я родился в Микоян Шахар. Затем новоиспеченные и заслуженные артисты КЧР исполнили полюбившиеся все музыкальные хиты. «Все друзья смеются надо мною, бои и разучить хотят меня с тобою. И, но ты будь уверена в искренней любви моей, жизнь моя подкуплена к тобою. Необходимость строительства амфитеатра в Главном парке культуры и отдыха Республики назрела давно, так как для проведения концертов и других культурно-массовых мероприятий приходилось устраивать временную сцену без удобств для зрителей и самих выступающих. Теперь же строительство амфитеатра позволит жителям цивилизованно проводить свой культурный досуг. Финальным и самым масштабным мероприятием, посвященным дню города Черкеса, стало театрализованное представление на стадионе Нарт. За действием, развернувшимся на футбольном поле и по его периметру, наблюдали сотни зрителей, жителей и гостей города. Ни зрителей, ни выступающих не остановил непрерывающийся дождь, который лил с первой минуты концерта. Артисты республиканских театров, подзажигательные танцы государственных ансамблей «Ибрус» и театра танца Госфилармонии, песни вокальных коллективов представили театрализованную инсценировку исторических событий, предшествовавших появлению на карте Российской империи в станице Баталпашинской. Именно так сначала назывался город Черкесск. Всех горожан и жителей республики с днем города поздравили глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководитель департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента РФ ВСКФО Алексей Семенов и мэр Черкеска Руслан Тамбеев. Я считаю, что город Черкесск один из самых красивых, один из самых лучших, самых замечательных. Сегодня мы увидим преобразования, которые происходят в городе. А Алексей Семенов зачитал приветственный адрес вице-премьера полномочного представителя президента России ВСКФО Александра Хлопонина. Под проливным дождем горожан и гостей республиканской столицы поздравил и мэр Черкеска. Вы, горожане, самое большое богатство нашего города. Вы любите наш город. Вы созидаете, чтобы он был лучше. Дорогие мои друзья, мира, благополучия, процветания нашему городу. В день празднования дня города прямо на стадионе под звуки свадебного марша Миндельсона были зарегистрированы пять супружеских пар, представителей различных национальностей, проживающих в республике. На протяжении всего праздника выступали детские хореографические коллективы, воспитанники детских музыкальных школ города, ансамбль барабанщиц, юноши-старшеклассники, спортсмены, которые, несмотря на дождь, прекрасно выступили и стали самым главным украшением праздника. Праздничный концерт продолжился выступлением известной российской исполнительницы Максим и дискотека диджей Смольного и Оливии. Сегодня я получила первую в своей жизни государственную награду. Я стала народной артисткой, заслуженной артисткой вашей республики. Я надеюсь, что это такое хорошее начало. Прекрасно, что именно вы заметили меня. Я родом из Татарстана, все еще там меня не видят. И спасибо вам большое, потому что это очень большая и значимая для меня награда, которую я, конечно же, запомню. И это шоу «Под дождем сегодняшнее» впечатлило очень. Апофеозом вечера стал праздничный салют. Он продолжался несколько минут. Отгремели десятки выстрелов во знаменование 188-й годовщины со дня основания республиканской столицы. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко, Миха Каракеля. Итоги недели. Спасибо. Спасибо.